Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как связать шаль капюшон. Эта практичная вещь не только утеплит вашу спину, грудь, голову, но и сделает вас стильной и модной. Если капюшон опущен, то вашей спинке будет очень тепленько за счет трех слоев. Впереди можно придумать застежку в виде пуговиц или броши, а капюшон можно украсить помпоном или кисточкой. Эту вещь удобно носить под курткой, плащом, ветровкой, а можно в ней сидеть в аудитории, когда холодно. Ссылки на схему шаль и обвязку края будут под этим видео. Итак, приступим! Взяла вот такую нить. В составе 51% акрила, 49% шерсти. В 100 граммах, 390 метров. Итак, я закончила вязать треугольник. Я считаю, что мне достаточно, потому что я хочу, чтобы он доходил в таком состоянии только до начала плеча, чтобы можно было одевать сверху одежду и не свисало с плеча кусочек косынки, который будет мешать под одеждой. Для этого надо одеть на себя связанную вещь, примерно вот так определить, до каких пор вы хотите, чтобы оно соединялось вот здесь. Потому что у треугольных шалей обычно они вот так вот расходятся, а здесь в этой модели надо, чтобы сошлось. Поэтому надо будет постоянно на себя примерять. Вот у меня вот так. Сейчас я сложу. Вот. Вот так. От центра я посчитала в обе стороны одинаковое количество вот этих вот рапортов, где мы по 3 столбика с накидом провязывали. У меня получилось от центра по 9 таких мотивов. Теперь вот эту ниточку я обрежу. И так, лицевая сторона она здесь. Ну, у нее обе стороны хорошо смотрятся у этой косынки. Ну, так как вяжем мы по этой стороне столбики, вот с этой стороны будем их набирать. Вот так. Теперь по бокам мы будем вязать ровненько, с двух сторон, ровно. Сейчас здесь будет 3 воздушные петли подъема и 2 столбика с одним накидом. И дальше просто столбики с тремя накидами. Сюда, сюда, вот так вот по краю мы подвяжемся к этому изделию. Сюда везде будем провязывать по 3 столбика с одним накидом. Как и вязали. В центре, снова как в узоре было, вот здесь для расширения. Провяжем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и снова 3 столбика с одним накидом. И дальше тоже ровно будет. Сейчас я покажу, как будет примерно это выглядеть. Есть такой у меня образец, пробный. Так, ну вот, это косыночка. Вот это начало капюшона. Пока еще ничего не понятно. Но вот как оно будет. Вот косыночка. Вот здесь будет лицо у нас. Это для расширения капюшона. Прояжем несколько рядов, вот так вот, прибавляя в серединке петли. И с какого-то уровня пойдем вязать прямо. И наверху соединим. Постараемся сделать так, чтобы там не было шва. И можно было одевать эту вещь на любую сторону. Я обрезала нить. Сейчас я подвяжусь здесь. Привяжу 3 воздушные петли подъема. И 2 столбика с 1 накидом. Как мы уже вязали. Дальше вот сюда. Тоже 3 столбика с 1 накидом. И так вяжем до середины. Дошли до центра. Связали 3 столбика с 1 накидом. 3 воздушные петли. И сюда же 3 столбика с 1 накидом. И дальше, как и в этой половине, провязываем по 3 столбика с 1 накидом. И так до конца. Ну вот, лично у меня получилось от центра по 20 рапортов с 3 столбиками. 20 с этой стороны, 20 с этой. И так разворачиваем вязание. И по узору сейчас арочки из 3 воздушных петель. Так же, как мы уже вязали, это все нам знакомо. В центре надо сделать прибавление. Точно так же, как делали, когда косыночку вязали. И так продолжаем до конца ряда арочки из 3 воздушных петель. Заканчиваем ряд. 3 воздушные петли закрепляем в первом столбике. Разворачиваем вязание. И снова вяжем по 3 столбика в каждую арочку. 3 воздушные петли это будет как первый столбик. И в первую арочку 2 столбика свяжем. Всего их 3 получается. Все точно так же. В центре делаем прибавление. Сделать прибавление надо в нескольких рядах. Затем просто вязать ровно. Сейчас я дошла до середины. Здесь надо прибавить столбики. 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. И снова 3 столбика с одним накидом. И дальше уже по рисунку в каждую арочку по 3 столбика. Там до конца ряда. Я закончила вязать капюшон. Вот так выглядит сейчас эта конструкция. Треугольник. И собственно сам капюшон. Из-за того, что здесь прибавлялись петли. Вот так получается. В расправленном состоянии. Вот этот кусочек. Вот вид сбоку. Вот примерно так. Сейчас я покажу, как я буду соединять в этом месте две половинки. Постараюсь сделать так, чтобы это можно было одеть и на эту, и на эту сторону. Я сейчас измеряю капюшон, который у меня получился. А вы решите, какой нужен вам. Чуть больше, чуть меньше. Это вы увидите в процессе вязания. Так же, если вдруг вам показалось, что треугольник маленький получился у вас, всегда можно довязать. Подвязаться к нити и продолжить узор. Соответственно, на спинку пойдет длиннее. И спереди тоже будет длиннее. Я тоже после примерки, вот я на металла померила, я немножко рядов здесь прибавлю. Чтобы шаль чуть больше прикрыла меня и спереди, и сзади. Итак, измеряю, что у меня тут связалось в сантиметрах. Но опять-таки, не забывайте, каждый из нас вяжет по-разному. Толщина и длина нити, размер крючка, то, как вы туго или слабо вяжете. То есть, это настолько индивидуально, что, не знаю, я вам просто померю то, что связалось у меня. Итак, 28 сантиметров. Я ничего не растягиваю, как оно в спокойном состоянии лежит, так я вам и измеряю. И 83 с половиной сантиметра. В четырех вот таких рядах я делала прибавления. И дальше уже просто вязала ровно. Вот видно, один, два, три, четыре. У капюшона получается достаточно острый угол, когда одеваешь его. Кто-то может будет носить так, кто-то потом заправит его внутрь после соединения. Я решила, что буду носить его, наклонив на одну сторону этот уголочек, и приделав к нему висящую кисточку. Вот такую кисточку я сделала. Вот так это будет выглядеть. Итак, сейчас я покажу, как я буду соединять наверху эти две половинки. Соединять две половинки будем за вот эти вот стеночки-косички. То есть вот после провязывания последнего ряда у нас косичка идет. И та стеночка, которая ближе к середине, то есть у этой косички это будет вот эта стеночка, у этой косички вот эта. Будем вводить вот так крючок и провязывать вместе. Сейчас я покажу. Ниточка вот здесь должна впереди бежать, не мешать, пока будем поддевать вот эти стеночки. Итак, вводим крючок. Поддеваем нить и протягиваем через две петли. Итак, над вторым столбиком берем внутреннюю стеночку косички, и здесь над вторым столбиком внутреннюю стеночку косички. Нитка идет у нас впереди. Поддеваем ее и протягиваем. Дальше над третьим столбиком делаем то же самое. Поддеваем нить и протягиваем. Следующую петлю, один, нить вот здесь, она внизу, пока мы ее не задействуем. В эту следующую петлю поддеваем нить, протягиваем. Вот у нас такая дорожка начала получаться. Получается, что если вот так вот мы держим две половинки, всегда крючок вводим сюда сверху, сюда сверху, подцепляем нить, протягиваем. То есть вот, сверху, сверху, берем нить и протягиваем. Мне на весу неудобно это все делать, еще попытаться показать вам. Ну, надеюсь, понятно. Вначале немножко неудобно, все это расползается в разные стороны. Ну, я в вас верю, у вас все получится. Один, два, и вытянули нить. Один, два, подцепили, вытянули. Не затягивайте сильно эту петлю, чтобы у вас не стянулся верх капюшона. Следите, чтобы узор у вас с двух сторон ложился одинаково, как у нас были эти столбики, по три. Вот, чтобы они не сместились. То есть, если вы в самом начале начнете правильно, они будут красивенько друг напротив дружки получаться. Вот так, с этой стороны эта косичка ложится, и с этой стороны вот так. То есть, у нас нет грубого шва. И это все такое живое, все это потом, чтобы легко драпировалось. Я буду капюшон вот так вот загинать, когда одевать, носить его. В общем, я думаю, что это все аккуратненько. И так до конца продолжаем соединять. Все, я закончила соединять. Вот что получилось. Следите, чтобы аккуратно узор был симметричен, чтобы все было красиво. Получается, этот шов мягкий, не жесткий. И, в принципе, можно носить на обе стороны. Вот о чем я говорила, что угол получается острый. Поэтому я его планирую носить так. Ну, довяжу, еще посмотрим. Теперь надо ниточку обрезать, завязать узелок и спрятать ее. И еще раз покажу всю эту конструкцию после соединения. Вот так. Это треугольная шаль. И капюшон. Пока так. Надеюсь, все понятно. У вас обязательно получится. А на сегодня все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok